Совсем недавно патриарх Кирилл грозил придуманным им же самим храмоборцам, что у противников православных строек ничего не выйдет, и новые церкви все равно будут появляться поистине невероятными темпами. По три штуки в день. Однако в Санкт-Петербурге РПЦ все же была вынуждена отказаться от строительства храма на территории парка Малиновка. Произошло это после того, как местные жители выступили против появления церкви в зеленой зоне, а в законодательное собрание был внесен закон о включении парка Малиновка в перечень зеленых насаждений общего пользования городского значения. Парк, ставший на какое-то время полем битвы между людьми и представителями РПЦ, в будущем ждет благоустройство. А вот в церкви от самой идеи возведения нового храма отказываться не намерены, и сейчас рассматривают предложенные властями альтернативные варианты. Несмотря на то, что по словам схиегумена Сергия Романова, храмов уже достаточно для того, чтобы принять всех желающих. Монастыри ждут вас и в Москве, и здесь. Храмов достаточно, чтобы принять все. Пока что ничего не получается у РПЦ и в Череповце, где местная епархия предложила построить в трех городских парках по часовне. Часовни – это небольшие храмы с приходским богослужением, пояснил руководитель миссионерского отдела Череповецкой епархии. Люди могут зайти, побыть в тишине несколько минут, помолиться. Появление таких украшений в городских парках со стороны этической, эстетической, культурологической и исторической не вызывает сомнений. Впрочем, вопросы к церкви, предложившей украшать парки пунктами реализации духовности православного разлива, все-таки появились. На заседании городского общественного совета в основном звучала критика в адрес инициативы Череповецкой епархии. Божьим людям напомнили о том, что парк – это место отдыха, а подумать о вечном, если уж кто-то хочет делать это именно в православной часовне, можно и на кладбище. В итоге за строительство часовен в парках проголосовали 12 участников заседания, против 22, еще 10 воздержались. Так что придется череповецким батюшкам заходить со своими бизнес-идеями с другого бока. Многих в прошлом выпуске впечатлила ситуация с борьбой с лесными пожарами при помощи православных служителей культа, которые устроили облет окрестности Барнаула с иконами. Пикантности этой и без того уничтожающей здравый смысл ситуации придало то обстоятельство, что батюшки действовали по просьбе Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края. К сожалению, так называемый воздушный крестный ход, участники которого взывали к Всевышнему, не последнее, что может удивить людей, незнакомых с особенностями современной духовности. Пока в России из-за низких зарплат массово увольняются врачи и медсестры, в РПЦ предлагают собственный способ борьбы с болезнями. Жители бурятского села Нестерова, переживающего рост количества смертей от онкологических заболеваний, попросили представителей православной церкви помочь с решением данной проблемы. Церковь на призыв о помощи откликнулась и обеспечила мощную духовную поддержку. Местный протеерей попытался вступить в контакт посредством молитвы с Иисусом Христом, Богородицей и святителем Пантелеймоном, после чего провел крестный ход, по пути окропляя святой водой людей, дома и автомобили. А в конце сего действия служитель культа посоветовал знать житие великомученика Пантелеймона и молиться ему о помощи. «Тогда и здоровье будет поправляться, и жизнь улучшаться», заключил протеерей. При этом представители церкви утверждают, что никто никого не отговаривает от походов по врачам. Дескать, комплексное лечение по православному методу подразумевает и обращение к медикам и молитву. Хитро, вот только без последней в деле избавления от той или иной болезни вполне можно обойтись. Чего не скажешь о походах к врачам. К сожалению, во многих регионах ситуация такова, что порой единственным способом лечения действительно являются святая вода и молитва, которые, впрочем, обладают такой же эффективностью в борьбе с раком и другими заболеваниями, как и прикладывание подорожника. С той лишь разницей, что в некоторых случаях подорожник бывает эффективнее. Между тем, в храмах Брянской области накануне 1 сентября прошли молебны о начале нового учебного года. Школьникам и студентам батюшки пожелали овладевать новыми знаниями исключительно с Божьей помощью и вместе с шоколадками подарили по иконке. Аналогичные мероприятия прошли в Челябинской области, в Мари-Эл, в Республике Карелия и в других регионах. В Беларуси тоже тревожили Господа по поводу начала учебного года и молились Божьей Матери о прибавлении ума. А вот в Волгограде решили не мелочиться и устроили детский крестный ход. Удивительно, как дети умудрялись учиться в те времена, когда никто не организовывал массовых духовных шествий с распеванием песнопений во славу Бога. Люди, в основной своей массе далекие от религии, делают вид, что участвуют в ритуалах просто потому, что сейчас так принято, а для некоторых даже модно демонстрировать на людях свою духовность. При этом власти, в принципе руководствуясь теми же мотивами, приглашают на различные мероприятия людей, которые, если и могут считаться специалистами в каком-то вопросе, то только в том, как относились к той или иной проблеме, к тому или иному феномену древние евреи. Тем временем Екатеринбург опять оказался в центре скандала. Правда, на этот раз речь пойдет не о храме, который, по мнению православных, должен стоять именно в сквере и нигде больше, а о столкновении двух диаметрально противоположных взглядов на искусство. Все началось с того, что в июле этого года на площади первой пятилетки в рамках фестиваля уличного искусства стенография появилась работа российского художника Арсения Пыженкова – супрематический крест, содержавший отрывки из манифеста Казимира Малевича. Спустя две недели коммунальные службы принялись за реконструкцию пешеходного перехода и начали укладку асфальта поверх цветной плитки, которой был выложен крест. Благодаря возмутившейся общественности работы были приостановлены, однако арт-объекту успели нанести серьезный ущерб. Позже было принято решение о восстановлении уличного рисунка. Художник еще до его создания отмечал, что крест в его работе – это всего лишь геометрическая фигура, но православные не были бы православными, если бы всюду не искали себе врагов и тайный смысл. Директор некоего музея святости Оксана Иванова обратилась к мэру Екатеринбурга и губернатору области с призывом закрасить супрематический крест, поскольку, цитата, по результатам опроса выходящих из расположенного через дорогу храма, сто процентов жителей района против этого художества. Также Иванова, которая работа художников почему-то напомнила времена советского богооборчества, сослалась на запрет попирать изображение креста ногами, прописанной в правилах Вселенского собора. Гигантский крест верующие расценили как кощунство над их религией, ведь каждый день люди, не подозревая этого, топчут крест ногами, а понять это можно только если взглянуть на масштабное граффити с высоты птичьего полета. В общем, коварство врагов христианства и православия в частности было раскрыто, и в дело по защите символа смерти включились самые ярые богопочитатели с кучей свободного времени и неуемным желанием во что бы то ни стало отличиться перед создателем. Вместе с тем стоит отметить позицию руководителя отдела Екатеринбургской епархии по взаимоотношениям церкви с обществом Максима Миняйла, призвавшего не поддаваться конспирологии и не видеть то зло, которого не существует. Мэр Екатеринбурга, над которым словно домоклов меч до сих пор висит проблема строительства храма, против которого весной этого года протестовали защитники сквера у Свердловского театра драмы, пообещал успокоить верующих. Однако что-то определенно пошло не по плану. В ситуацию неожиданно вмешался протеерей Всеволод Чаплин, который на минувшей неделе очень сильно обиделся на сеть быстрого питания KFC, решив, что рекламный слоган «Вначале была курица» оскорбляет священное писание христиан, будто бы обыгрывает библейскую фразу «Вначале было слово», хотя на самом деле всего лишь отвечает на древний вопрос «Что было первым, яйцо или курица?». Ну да ладно, Всеволоду Анатольевичу еще можно простить его священную войну против общепитовских кощунников, которую он развязал по незнанию. Однако прямое разжигание конфликта и подстрекательство – это уже совсем другое. «Все нам предлагают избегать конфликта, но здесь как раз нужен конфликт. Нужно воинствование, святое и праведное», – написал Чаплин на своей странице в социальной сети. На призыв столичной знаменитости в рясе откликнулись немногочисленные верующие из Екатеринбурга, вышедшие на пикет с требованием остановить кощунство в виде гигантского креста на площади. В лучших традициях православных методичек, по которым верующие учатся дискутировать с теми, кто имеет мнение отличное от их собственного, в ход пошло классическое сравнение религиозного символа с портретом мамы. «Вы можете положить фото своей мамы и растоптать его? А почему наш крест вы тогда можете топтать?» – возмущались пришедшие на митинг женщины, очевидно, прихожанки местного храма. Позже к ним присоединились агрессивные молодые люди, представившиеся православными и, вероятно, как-то по-своему, понимающие фразу из их же собственного священного писания о любви к врагам и молитвах загонителей. «Вы за то, что крест на митинге, правильно? Пока, дорешили». «Я за то, чтобы здесь просто все покрасить в один цвет, никаких арт-объектов, просто все одним цветом, чтобы никто не топтался по святыне. Или я могу устроить тоже один арт-объект и измажу кровищей вот этих вот индейцев-сатанистов. Здесь какой будет арт-объект, прозвинив на всю Россию. Я готов взять к нему. Понимаете?» «Я сказал, что ты здесь больше не появишься, понял? Ну, давай эта полиция сегодня. Какая полиция?» «Конфликт растает, уже какие-то более агрессивные настроения». «А вы на штуках Росгвардии хотите нам этот крест ожидать?» «Нет, нет, нет». «То есть вы нам угрожаете, полиция не поведет?» «Мне молодой человек говорит о том, что я здесь не появлюсь. Потому что ты будоражишь умы этого района, понимаешь? Здесь все нормально жили, здесь дети смотрят салюта. Ты здесь черноту какую-то развел. Я чего сюда своих детей потом в черноту в эту должен истить? С этими непонятными этими? Напиши по-русски, что ты хочешь выразить. Что ты здесь иерогликов вот эти нарисовал?» «Я ничего не рисовал. А чё ты здесь? Ну а кто? Ты представитель художника?» «Я представитель фестиваля в рамках...» «Ну и заканчивай эту ерунду здесь! Здесь Уралмаш, а не бред вот этот твой в голове, понимаешь? Вот и все. А мне без разницы, куда вы снимаете. Тем более вы на кресте пишете всякую ерунду свою, понятно? «Ты понимаешь, что этот крест неправославный?» «А какой он? Католический, что ли?» «Это геометрический». «А зачем ты вообще здесь ему расписываешься?» «А чё вы там боритесь-то за него, за геометрическую фигуру?» Обещание измазать площадь кровищей своих идейных противников – это никакой не экстремизм, если бы вдруг подумали именно об этом. Это вполне обычная риторика некоторых отчаявшихся религиозных активистов, осознавших, что никто кроме них за их бога заступаться не собирается. Даже сам бог, по причине, хорошо известной любому атеисту. «Какие же сатанинские силы финансируют подобные богоборческие акты? Это тайные и явные иуды. Это скрытые умышленные поругания для верующих. Догадаться о том, что надругаться над крестом можно только с вертолета или с парашюта. При этом горе-худорщик наплевал не только на чувства нас, верующих людей, но и на закон, который предусматривает ответственность за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершение в целях оскорбления религиозных чувств верующих в виде штрафа до трехсот тысяч рублей или либо лишения свободы на один год. Часть первая статья 148 УК РФ. Такого кощунственного углумления над крестом в истории современной России не было». Знакомый нам по прошлому выпуску дайджеста предполагаемый духовник депутата Натальи Поклонской Схиигумен Сергий Романов также включился в борьбу против кощунников. Божий человек решил попугать художника проблемами с законом в связи с оскорблением чувств верующих. И на месте Арсения Пыженкова я бы действительно прислушался к авторитетному мнению Схиигумена, который не понаслышке знает об уголовном кодексе, так как в свое время отмотал немалый срок за убийство. В итоге организаторы фестиваля «Стенография» и сам Арсений Пыженков решили, что участвовать в околорелигиозном конфликте себе дороже, и отказались восстанавливать супрематический крест в его первоначальном виде, предложив изменить арт-объект таким образом, чтобы полностью исключить из него изображение креста. Отношения РПЦ и современного искусства едва ли можно назвать приятельскими, не говоря уже о дружеских. Из относительно недавнего вспоминается поставленная в конце 2014 года на сцене Новосибирского театра оперы и балета опера «Тангейзер», вызвавшая шквал возмущения со стороны религиозной общественности. Сюжет постановки классической оперы Рихарда Вагнера был перенесен в современность и построен вокруг режиссера, снимающего фильм о тайной жизни Христа. Отстаивал честь провозглашенного Церковью Сына Божьего в земном суде митрополит Новосибирский Ибердский Тихон. Именно от его имени были поданы заявления в прокуратуру, ФСБ и Следственный комитет с просьбой разобраться с богохульной постановкой. Работники прокуратуры взяли под козырек и полетели, опережая друг друга, объяснять представителям культурного пространства, что прежде чем демонстрировать что-то на сцене, не мешало бы взять благословение у служителей культа. В итоге решением Минкульта руководство Новосибирского театра было заменено, постановка исчезла из репертуара, следственный комитет после долгого разбирательства отказал в возбуждении уголовного дела против деятелей культуры, а суд прекратил производство административных дел. Понятно, что это была борьба не за оперу «Тангезер» как таковую. Это было сражение, увы, проигранное, за свободу творчества. Причем свободу в том числе и от религиозных фанатиков, готовых, как мы видим, порвать на куски любого, кто недостаточно фанатичен для того, чтобы бездумно стучать лбом о пол и заламывать руки при одном лишь упоминании слова «Бог». В такие моменты невольно задумываешься над тем, что создание православной резервации в Сергиевом посаде не такая уж и плохая идея, родившаяся, между прочим, в недрах самой РПЦ. Территория, на которой паства Владимира Михайловича могла бы рисовать на асфальте что угодно, или не рисовать вовсе, ставить любые понравившиеся ей спектакли или не ставить никакие, издавать только одобренные патриархией книги или не издавать вообще, снимать или не снимать любые фильмы и при этом не пытаться диктовать свою волю тем, кто не хочет иметь с религией ничего общего – прекрасный вариант как раз-таки для последних. Но боюсь, что православный Ватикан – не решение проблемы агрессивности религиозных фанатиков, ищущих в каждой дыре оскорбление их чувств. И от их действий, направляемых содержанием священного писания и проповедями служителей культа, по-прежнему будут страдать окружающие, в том числе и те, кто не хочет иметь с религией ничего общего. Уже на масонов закваска гнилая, сатанинская, замешана на самых низменных чувствах человека, которое заквасил весь мир. Они хотят весь мир превратить в ад. И плевать им на избранничество. Им надо сейчас купаться в роскоши. Их цель всегда быть у власти. В царской России нас было 280 миллионов человек. А сейчас? Где же мы, русские? Забыли свое прошлое? Забыли историю? Царская власть удерживающая. Поэтому жидомасоны везде уничтожают царскую власть. Кисель и Бзежин 15 лет назад говорили, что упоминание о содержании в России должно выжигаться каленым железом. Но миссия жидов, антихрист, будет всемирным царем. Знает, что самая совершенная власть в мире царская. Знает и страшатся прихода в России православного царя. Он среди нас. И ждет Божьего благословения. Покончить в России с жидовским игом. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, жгинь отсюда! Ага! Дули вам всем! Пусть Господь хранит вас!